здравствуйте друзья заступаю на дежурство по америке поскольку у нас идет избирательная кампания и в субботу насколько я помню состоялись выборы в двух штатах и я вот об этом расскажу в штате в штате невада и вот там как раз и интересно происходило в штате невада соревновались демократы на своих внутри партийных выборах а там в южной каролине там республиканцы так вообще обычно проходят обе партии одновременно идут по такому графику в каждом штате но вот тут они так вот разошлись по времени не суть значит отдельно происходил и если у республиканцев я там честно говоря не видел такого чего-то достойного внимания трамп там всех естественно победил того чем все замечательно но у него то у демократов очень интересная история дело в том что штат невада сам по себе довольно таки проблема проблемные вот на сегодня вы не знаете насколько там говорили вот про неваду как вы такое потрясающе совершенно место с перспективами с ростом там каждый я боюсь собрать там чуть ли не каждую неделю там приезжало тысяча новых там жителей и все это росло обумировало там было полно работы и там недорогая недвижимость но в общем все было вот вот так но до какого-то момента там был бум очень сильный недвижимости потом он обвалился потом из-за этого тоже масса неприятностей с работы там сейчас плохо в общем там там плохо там мало того что бедные люди живут но там как бы сказать и как вот это вот ощущение перспективы роста чего-то такого происходящего куда-то делать и там довольно много еще испаноязычного населения соответственно демократы соревновались в том насколько вот они симпатичны вот вот в такой ситуации и тут очень интересно потому что берни сандерс у него такая программа очень левая но очень левая в которой он говорит что но помимо того что он с монополия борется с корпорациями крупными пришли от них все зло там и понятно это понятно но в частности у него в программе есть бесплатное образование на всех уровнях вот включая университета бесплатное образование бесплатная медицина для всех и поднятие минимальной ставки до 15 долларов по стране сейчас в неваде где-то долларов 8 или может быть 7 если работодатель дает тебе медицинскую страховку вот тогда он может платить 7 а если не дает тогда 8 немного немного но там правда и жизнь такая недорогая и там очень-очень много людей которые вот эти минимальные денежки получают да тут еще тонкости дело в том что латинос даже не те кто вот вчера приехал а те кто уже там в третьем поколении в соединенных штатах латинос любят government они любят всякие программы социальные они не не стремятся вот к этой американской самостоятельности самодеятельности и так далее вот то что ценится американским обществом них совершенно другие ценности они хотят government они хотят программы для детей там образовательные там я не знаю медицину это у них семьи большие по этим трудно купить на большую семью то что денег стоит плюс они в общем-то не так много зарабатывают поэтому сандерс по идее должен был бы к ним апеллировать очень успешно и как бы фишка в том что если если он даже на этих людях вот где для много латинос и где бедно и где кризис и где вообще не поймешь чего и казалось бы он им предлагает так много то другие штаты где люди живут получше где нет такого кризиса где нет столько латинос и так далее то есть его предложение не звучит уже так так вот симпатично значит если он в этом штате не сможет там победить привлечь на свою сторону и так далее то в остальных штатах как бы ему совсем уж получается не светит поэтому тут какая-то такая лакмусовая бумажечка получалось и еще совсем недавно тут несколько там недель назад сандерс отставал от клинтонши в этом штате капитально там значит тоже называется дабл диджит такое было отставание но за несколько дней там до выборов значит бросили очень большие деньги на это дело то есть у него есть деньги то есть кто-то дает своих у него нету кто-то дает деньги и он почти догнал клинтон он в итоге набрал меньше голосов но в общем несущественно меньше так я бы сказал больше больше символически то есть они можно сказать что почти ровно пришли вот так что такая вот история тут еще есть тонкость некоторые значит дело в том что в демократической партии есть довольно приличное количество так называемых супер делегатов значит что происходит в июле соберется съезд демократическая партия республиканской у них будут съезды и на этих съездах есть делегаты с правом голоса и вот эти вот выборы на уровне штатов праймерис которые вот сейчас происходят значит на этих выборах получают кандидаты голоса вот сколько-то голосов один получил сколько-то другой то есть не то что один забрал весь штат такого такого нет на праймерис поэтому клинтон получила там чуть чуть больше голосов чем чем сандерс и как бы борьба вроде продолжается другие штаты вот сейчас будет супер сандой там по-моему чуть ли не сразу не 10 штатов причем уже такие там есть солидные там уже и массачусетс пойдет там уже большая такая артиллерия крупная и вот фишка состоит в том что есть еще кроме вот этих делегатов которые выбираются на праймерис есть еще так называемые супер делегаты супер делегаты не избираются никем а получают свое право голоса и участие на съезде в съезде партии по должности это функционеры партийные то есть независимо от того какой кандидат там и так далее вот эти люди все равно присутствуют на съезде и голосуют и их довольно много то есть там я боюсь несколько сот человек и когда смотрят на тех на супер делегатов как разделяются их симпатии то за исключением парочки голосов парочки голосов их симпатии все на стороне клинтон вот так что ощущение такое что как бы не шла избирательная кампания сандерсу не светит но практически никак единственное что он настолько левый настолько левый что для борьбы с ним клинтон приходится сдвигаться тоже влево то есть и и и и программа гораздо левее сейчас чем она была бы если бы там она реально не сандерсом толкалась а еще бы с кем другое дело что как мы понимаем мы имеем дело с профессиональными политиками которые тебе обещают все что угодно даже у них и мысли нет что придется это делать то есть это как бы правило игры то есть надо сказать такой ритуал такой говорить ты можешь а делать не обязательно другое дело что конечно есть вещи которые они хотят сделать и это ключевые какие-то моменты там бы политики скажем обама да хотел сделать медицине реформу здравоохранения у него конечно как бы отняли возможность сделать ее так как он хотел потому что он пришел стал президентом в момент когда кризис произошел давайте финансовые и он оказался в таком положении ну очень ограничен знаете из из экономики которая цвела и пахла он оказался в экономике которая не цвела и пахла уже совсем не тем чем раньше поэтому так как-то но но все-таки он хотел ее сделать эту рюмку он ее сделал он хотел сделать там реформу иммиграционную на свой манер и через конгресс ему протащить не удалось но он какие-то начал там декреты принимать в принципе президент может своими декретами что-то такое делать не злоупотребляя но в общем тоже то есть у них конечно есть есть свои принципы и свои какие-то идеалы можно даже так сказать вот вроде как какие же идеалы у политика есть есть определенные идеалы есть вот а так дальше же компания уже поговорили там руками помахали разошлись тут же в глаза наврали цветы банкет для актива поехали дальше так что избирательная компания друзья движется дальше там есть еще одна интересная фишка это поддержка чернокожих американцев на демократическом фланге кого же они поддерживают они поддерживают клинтон не сандерса который арестовывался полицией свое время тогда еще когда он участвовал всякий участвовал всяких маршах там и ралли за защиту прав чернокожего населения его арестовывали такие времена тоже были то есть человек который делом доказал и как бы вот значит и просто демагоги болталки и выясняется что вот демагоги как бы популярнее чем те кто там можно сказать пострадал немножко на этом деле там посидел в обезьяннике там но ничего страшного с ним не случилось но во всяком случае как бы сказать тоже тоже интересно он он как бы такой коммуняка натуральный но проблема вот чем значит у них сандерсом проблема в том что он такие вещи обещает что понятно что реализовать это невозможно надо сказать что клинтон когда речь заходит о минимальной ставке заработной платы клинтон говорит про 12 долларов в час то есть потому что 15 это уже очень экстремально очень экстремально в это уже мало кто верит взять и удвоить там ставку знаете поэтому она она говорит что вот надо сделать 12 что при этом произойдет все знают ну если там не совсем без понятия эти все хорошо понимать что произойдет значит резко вырастет себестоимость производства тех товаров и услуг которые значит там и производят эти люди соответственно вырастет ценату пойдет цепочка вырастут все остальные цены и те люди которые получили прибавку в виде роста вот минимальная оплата иначе то они все эти деньги отдадут за за подорожавшие товары и услуги если бы они могли зарплату поднять а цены зафиксировать конечно это был бы другой разговор но поскольку этого компонента нет но не суть так вот я просто к чему рассказываю что программа сандерса настолько нереалистично что уже проще проголосовать логичнее даже тем бедным латинос там которые хотели бы вот этого коммунизма и спят и видят и так далее они лучше уже голосуют за клинтон хотя хотя понимаю что ну хотя бы как-то это ближе к реальности потому что голосовать за мечту можно но но дальше что что будет то есть понятно что то что он обещает невозможно сделать это понимают даже совсем простые люди в общем ну в данном случае люди которые голосуют на праймерис это полить это партийные активисты это не то что там просто человек там в поле стоял пошел проголосовал нет это партийные активисты так вот они при всей симпатии они они понимают что это нереально и и я хочу сказать что в истории соединенных штатов как бы известный факт никогда еще популист не был президент все-таки люди как-то больше там к реальности тяготеют и прагматизму в этом смысле когда вот говорят что вот трамп там у него шансы и тому это так далее трамп тоже популист такой же как вот допустим сандерс он апеллирует широким массам в данном случае он апеллирует тем что свой парень что он не принадлежит к истеблишменту и что он там сейчас вообще там все круто поднимет он тут обхамил значит там нагрубил но тут кому-то в морду там говорит что надо было бы дать там вывели хулигана одного который протестовал там на его какой-то врали и он там его водила полиция и этот улыбался он был доволен что внимание к себе привлек и значит трамп говорит что я бы ему в морду дал говорит трамп улыбается тут ходит такой сикой то есть вот такой понимаешь парнища но я я хочу сказать что еще не было в истории соединенных штатов президента вот такого который был бы популистом на левом фланге на правом фланге но вот на каком бы ни было поэтому становится очень интересно что будет дальше значит насколько у нас тут перемены большие в общем наблюдаем друзья а я приехал на работу и снимаю повязку и больше уже тогда сегодня не дежурю по америке счастлива а